Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Что делать с девочкой-подростком? Как помочь перевести внимание на что-то другое? Начала зависимость от компьютерных игр, сиди днём и ночью. Говорить, что всё остальное скучно, и спортом занимались, и рисованием, и танцами, всё бросило. Говорить, что это моя жизнь, что хочу, то и делаю, компьютерные игры делают её счастливой. Уже не заставить никак помочь подумать или делать уроки, тринадцать лет, ребёнка как подменил. Сложный вопрос, потому что совершенно очевидно, что здесь есть некая такая, скажем так, системная проблема. Вот, то есть, ну, присутствует в определённой степени системная проблема. Вот. А одну из сторон, одну из сторон этой проблемы вам уже мои коллеги, ну, показали. То есть, это, это страна ухода от реальности. То есть, действительно, ваш ребёнок уходит от реальности, действительно, что-то ей в реальности не нравится. Это с одной стороны. С другой стороны, компьютерные игры делают её счастливой. Вам бы здесь проявить, что называется, союзничество, да, и поинтересоваться, что такое для тебя в компьютерных играх, что делает тебя, собственно говоря, счастливой. То есть, почему компьютерные игры делает тебя счастливой, а так ты не счастлива, так ты не счастлива, вот. То есть, вот этот момент, вам, на мой взгляд, вполне, вполне можно было бы поисследованию. То есть, сначала ребёнку понять. Понимаете, по-простох, по-простох, очень болезненно. Как правило, реагирует на то, когда ему, вот, знаете, что-то запрещал. И, более того, он может вполне себе специально провоцировать такие ситуации, значит, ну, чтобы ему что-то запрещали, вот, чтобы, в общем и целом, самоутверждаться. Поэтому я бы сказал, что до тех пор, пока вы откровенно, ну, сопротивляете тому, что делает ваша дочь, Ну, скорее всего, сопротивление, оно, что называется, и будет, потому что ребёнку это даёт, ну, вот, так скажем, какое-то, ну, может быть, удовлетворение, да, Может быть, какое-то ощущение собственной силы, может быть, может быть, там, грубо говоря, что-то ещё, ну, присутствует. Вот, поэтому, поэтому, очень важно, с первого, чтобы вы постарались выяснить, что для ребёнка, вот, компьютерные игры, да, То есть, ну, вот, за счёт чего они делают его ребёнка, ну, как бы, счастливый. Вот, это очень важно, потому что, если вы этого не поймёте, то вы не сможете увидеть, ну, не сможете увидеть, что ребёнка делало, делало несчастным, вот, а что его что-то делало несчастным, это факт. Я думаю, что вряд ли вы, ну, по крайней мере, надеюсь, что вряд ли вы будете с этим сейчас спорить, да? Вот, то есть, вот вы говорите, что, значит, ну, что занимались танцами, рисованием и так далее. Скажу вам честно, что меня здесь смущает то, что вы говорите об этом во множественном числе. То есть, скажу честно, что меня смущает то, что вы говорите занимались. То есть, есть ощущение, только ощущение, что это делал. Ребёнок это делал не для себя. Есть такое ощущение, что ребёнок это делал, ну, как бы, вот, например, там, допустим, ну, для вас, например. То есть, он это делал, потому что, вот, вы хотели, чтобы он это делал. Вот, я, конечно, не знаю всех толькостей, но, возможно, вы хотели, чтобы она это делала. Вот, а она, там, например, этого не хотела, или хотела, там, допустим, ну, к примеру, чего-то другого, да, например. А вы не особо, вот, ну, как бы, допустим, прислушивались к тому, что она хотела. Вот. Вам важно понять, что дают ребёнку компьютерные игры. Следующий важный момент, на который хочется обратить ваше внимание, это то, что, если ребёнок уходит, вот, собственно, ну, в компьютерные игры, да, если ребёнок уходит туда, то есть большая вероятность того, что ему, ребёнку, в смысле, не привили интерес и свободу к, ну, вот, к занятиям своим. То есть, что это значит? Это значит, что если, если я, к примеру, что-то делаю, то это означает по умолчанию, что мне тяжело. То есть, это не означает, что я, например, получаю удовольствие от того, что я делаю, да, вот, это не означает того, что я наслаждаюсь тем, что делаю. А это означает, что мне тяжело. И, в первую очередь, я сталкиваюсь именно с тем, что мне тяжело. Понимаете, понимаете, да, какой момент? И это вопрос к вам, то есть, это вопрос именно к тому, да, какую культуру, культуру занятия чем-либо вы ребёнку, ну, приславливаете, да, то есть, какой культуре занятия. Ребёнок обучил. Можете ли вы сами показать ребёнку, как здорово заниматься тем, что тебе нравится. Да? То есть, можете ли вы сами своими действиями показать человеку, как это здорово, когда вот ты занимаешься тем, что тебе нравится. И это приводит нас к следующей важной идее. Идея о том, а вам, вот лично вам, есть у вас в жизни что-то вот такое интересное, допустим, чем вы увлечены или нет? Такой ответ, надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится для того, чтобы разобраться в себе. До свидания. Продолжение следует...